всем большой привет вы на канале массажер с вами снова я максим сегодня готовим отбивные классные говяжьи отбивнушки с луком с грибами с шампиньончиками и со сметанкой вот такая будет вещь я обещаю смотрите рецепт простейший но офигенный вкуснятина и так для приготовления нам понадобится говядина лук репчатый и шампиньоны также сметана перец черный молотый и соль вот и все компоненты из них мы приготовим обалденное блюдо и так приступаем первым делом подготавливаем говядину и нарезаем ее вот такими вот кусками то есть не очень тонко но не очень и толсто вот такие вот по ширине кусочки у меня но это все приблизительно то есть не стоит на сто процентов соблюдать какие-то ограничения этот видите немножко толще ну надо соблюдать толщину в том плане чтобы они у нас потом готовились равномерно готовить то мы будем вместе накрываем пленкой она нам поможет избежать разбрызгивания от мяса и теперь все кусочки мы слегка проходимся молотком а Переворачиваем на другую сторону, каждый кусочек уже отбитый, посмотрите какой прекрасный получился. Теперь эту сторону мы посолим, каждый кусочек наш, вот так вот, и конечно добавим сюда молотого перца. Если вы предлагаете как-то изменить рецепт, всегда мне будет интересно выслушать ваше мнение, конструктивные комментарии всегда приятные, а в принципе любые комментарии приятные, хоть и негативные, главное говорится внимание, а остальное уже это такое. Так что пишите внизу, ставьте лайки, если вам нравится, ставьте дизлайки, мы все перевариваем, так сказать. Итак, что же, продолжаем отбивать другую сторону. Следующий этап приготовления, отбитую говядину мы выкладываем на сильно разогретую сковороду с растительным маслом. Выкладываем и обжариваем мы его где-то по 3 минуты с каждой стороны, на сильном огне. Все, поехали. Вот как мяско выглядит, когда оно обжарено с двух сторон 3 минутки. То есть внутри оно еще будет сыровато, но многие уже едят и такую говядину, только мраморную. Так, берем аккуратно, не упустите ее за сковороды, и перекладываем ее на противень, смазанный растительным маслом. Сильно не надо, немножко, тут и так хватает жирка, вот так вот. Так обжариваем все наши кусочки мяса. Обжарил все кусочки мяса, теперь разогреваю духовку где-то до 160 градусов, и отправляю туда на 15 минут. Так, пока мясо у нас в духовке, мы грибы мелко нарубили и выкладываем их на сковородку. Нам их надо обжарить совсем чуть-чуть, так слегка-слегка. И сразу же мы сюда добавляем мелко нарубленный лук репчатый. Тоже его мелко-мелко нарубил, и все, никаких излишеств. Перемешиваем и обжариваем, ну буквально минуты 3-4, там зарумянили чуть-чуть и хватит. Я покажу сейчас до какой степени. Вот до такой степени где-то мы обжариваем лук, то есть влага из грибов и лука уже вышла, и вот такое вот получилось у нас. Вот помощница у меня тут еще комментирует все. И помощник у нас. Да, ты помощник наш, да? Да, и ты. Подписываемся на канал. Так, к грибам и луку мы добавим немного молотого перца. Тут главное не переборщить. Перца. Сонечка помогает мне. И, конечно же, посолю. Да. Посолим немного и все. Вот так вот и получили. Чтобы не было пресно. Вот так вот. Соли посолили. Посолили. И теперь добавим сметану. Сметанку. Я люблю сметанку, пап. Да, умничка. И хорошенько это все вымешиваем. Вымешаем. Перемешаем. Это будет у нас такая своеобразная шуба для мяса. Перемешаем и все. И все, Соня. Перемешаем и все. Больше ничего делать не надо. Просто хорошо перемешать. Перемешаем и все. И получается красавесь. Красавесь получается. Понятно? Красавесь. Вот такая вот. Красота. Красавесь. Да? Да. Красота получилась. Все. На этом все. Теперь ждем наше мясо. Да. Ждем. Вот как выглядит мяско. Только достал его из духовки. Теперь на него нашу луково-гребную сметану-шубу такую положим. Так, духовку не выключайте. Она нам понадобится еще. А просто выкладываем вот такой вот толстый шар сверху. Такую вот шубку из сметаны с луком. На каждый кусочек, соответственно. Не бойтесь, если оно у вас немного упадет, конечно, на противень. Без этого никак. Ну, по возможности, чтобы оно было на мясе. Отправлять мы его будем в духовку минут на 10-15. То есть, ну, смотрите, уже каждый по своей духовке, по приготовлению. Нам главное, чтобы оно не обгорело. Чтобы слегка подрумянилось и все. И можно выключать уже будет. Дать просто потом постоять. Минут 5-10 уже в выключенной духовке. И оно при температуре будет еще сохраняться. И приготовление еще будет продолжаться. Поэтому оно у вас сырым не будет никак. Так, выкладываете сколько есть. Сколько сможет уместиться на мясе. Не жалейте его. Оставлять не надо. Вот так вот. Я думаю, у меня достаточно. Больше у меня не влезет. Уже остальное попадает с мяса. А нам это не нужно. Хотелось бы, чтобы все было вкусно. Все. Итак, отличный вид имеет. Отправляем его в духовку. Положу здесь пару грибочков. Все. Понеслась. Ну и вот результат, ребята. Смотрите. Прекрасные отпивнушки. Вкуснейшие и нежнейшие. Пахучие и вкуснейшие. Вот такой вот стишок получился. Классное блюдо. Всем рекомендую. Ешьте с удовольствием. Готовьте. Всего доброго. Пока-пока. Ставим пальцы вверх. Пока-пока.